Когда Сергей Павлович Королёв изготовил первую ракету, президент ЦК приехал на неё взглянуть. Никита Сергеевич Хрущёв признавался потом, что руководители страны смотрели на ракету, как баран на новые ворота. Невиданное зрелище. Наружи это не похоже. Не верили, что эта огромная труба способна куда-то полететь и кого-то поразить. Главный маршал артиллерии Сергей Варенцов пренебрежительно говорил о ракетах. Голоса пушек – это симфония. Голоса ракет – какофония. Один из армейских генералов сказал конструкторам, вы заливаете в ракету 4 тонны спирта. Отдайте этот спирт моей дивизии, она любой город возьмёт. А ваша ракета в этот город толком попасть не может. Кому это нужно? Члены президиума ЦК ходили вокруг ракеты, как крестьяне на базаре при покупке ситца. Щупали и проверяли на крепость. Королёв, понимая, что от этих людей зависит его судьба, терпеливо объяснял, как она летает, на что способна. Работа над ракетами шла очень трудно. Ответственность создателя была огромной. Как выразился один из учёных, все генеральные конструкторы ходят в мокрых штанах. «Прежде чем подписать бумагу, убедись, что если из-за неё начнут сажать в тюрьму, то ты будешь в конце списка», повторял маршал артиллерии Николай Яковлев. Он был председателем государственной комиссии на испытаниях первой советской ракеты. Сам Яковлев отсидел недолго. После смерти Сталина освободили. Но напуган был до смерти. Есть что-то роковое в том, как совпали судьбы главных создателей советских ракет – Королёвы и Глушко. Почти ровесники, они одновременно стали заниматься любимым делом, работали вместе, были арестованы в один и тот же год. Вместе отбывали заключение, вышли на свободу в один и тот же день. Одним указом получали золотые звёзды, ордена и премии. В один день стали академиками. Передаём сообщение ТАСС о первом в мире полёте человека в космическое пространство. Желаем вам доброго полёта! Поехали! Вдвоём они начинали создавать то, что составило славу и гордость государству. Сначала один был в подчинении у другого, потом роли поменялись, окончилось тем, что они вдрызко разругались и разошлись. И умерли. Они почти в один и тот же январский день, только с разницей в 20 с лишним лет. Сергей Павлович Королёв и Валентин Петрович Глушко начинали перед войной в реактивном научно-исследовательском институте. Этот институт создал заместитель наркома обороны маршал Тухачевский, после того, как Глушко познакомил его с ракетными разработками. Когда Сталин уничтожил маршала, создание ракетной техники по существу остановилось. Институт разгромили. Тех, кто создал знаменитые «Катюши», расстреляли. Многих арестовали. Глушко обвинили в антисоветской вредительской деятельности и взяли в марте 1938-го. Взяли бы раньше, скорее всего, расстреляли. Следствие шло долго, и опять повезло. Наркома внутренних дел Ежова сменил Берия, который радовал вождя не только цифрами расстрелов, но и экономическими достижениями НКВД. Он создавал так называемые «шарашки», в которых бесплатно трудились арестованные специалисты. Глушко дали 8 лет, но отправили не в лагерь, а в особое техническое бюро НКВД. Он занимался созданием ракетных двигателей для самолетов. Глушко попросил в помощь несколько арестованных специалистов. Среди них назвал имя Королева. Сергея Павловича арестовали на несколько месяцев позже Глушко, но осудили раньше. Дали 10 лет и отправили на Колыну. Жестоко страдал от голода и цинги, потерял 14 зубов и мог там погибнуть. Но за него вступились знаменитые летчики Грязодубова и Громов. Оба были героями Советского Союза и депутатами Верховного Совета. Летом 1940 года дело Королева пересмотрели. Новый приговор. 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Но в лагерь Королева не вернули. Отправили, как и Глушко, в особое техническое бюро НКВД. Фамилии у Глушко не было, только номер. Он подписывал чертежи не фамилии, а номером. ЗК номер такой-то. Поскольку Королев и Глушко сидели, лавры создателей ракетной техники достались немцам. Когда стало известно, что ракетные двигатели – это очень перспективное направление, и немцы уже создают реактивные самолеты, в июле 44-го Глушко и Королева выпустили. Только тогда Валентин Петрович узнал, что его отец тоже арестован за антисоветские разговоры. Старший Глушко умер в заключении. Брата Глушко лишили работы, и он едва не погиб. Мать страдала в блокадном Ленинграде, думая, что уже никогда не увидит сына. Сохранились ее письма, свидетельствующие о трагедии семьи Глушко, попавшей под сталинский каток. Валентин Петрович никогда и ни с кем не говорил ни об аресте, ни о тюрьме. Он стал очень сдержанным и замкнутым. Не мог не забыть, что с ним сделали, не избавиться от страха перед тем, что это может повториться. Глушко с Королевым работали как сумасшедшие. Не только потому, что работа составляла существо их жизни. Еще долго они оставались с юридической точки зрения врагами народа, которых всего лишь досрочно выпустили из заключения, но не простили и не оправдали. В 1955 году оба обратились в главную военную прокуратуру с просьбой о реабилитации. Валентина Глушко реабилитировали осенью 1956-го, уже после того, как 2 февраля была запущена первая баллистическая ракета Р-5М с ядерной боеголовкой. Конструктор Королев, двигатель сделал Глушко. Пуск был приурочен к открытию 20-го съезда партии. Ракета стартовала с полигона Капустин-Яр. Она пролетела 1200 километров и взорвалась над приоральскими каракумами. Взрыв был в 4 раза мощнее того, что уничтожил Хиросиму. Сергея Королева реабилитировали попозже, весной 1957-го, в год, когда он отправил в космос первый искусственный спутник Земли. Его творением восхищался весь мир. Но даже в ореоле слава. Главный конструктор ракетной техники робко спрашивал у Хрущева, ну вы-то хотя бы верите, что я ни в чем не виноват. Сергея Павловича Королева, как обладателя секретов государственной важности, повсюду сопровождала охрана. Он признавался друзьям, вы знаете, никак не могу отделаться от мысли, что они в любой момент могут зайти ко мне в дом и крикнуть, Королев, а ну, падла, собирайся с вещами. Глушко с Королевым не единственные, кто все это пережил. Григорий Васильевич Кисунько, главный конструктор противоракетных систем, начинал с создания зенитно-ракетного комплекса, который 1 мая 1960-го года сбил американский самолет-разведчик У-2. Он стал академиком, лауреатом, генералом, депутатом, но большую часть жизни провел в тревоге. А вдруг в кадрах и органах выяснят, кто его отец. А отец главного конструктора, паровозный машинист, был расстрелян в апреле 1938-го за участие в мнимой контрреволюционной повстанческой организации. Много лет главному конструктору представлялись эти кошмарные видения. Кадровик обнаруживает в его личном деле строчку, вписанную другими чернилами. Следует разоблачение, и рушится вся жизнь. Потеря работы, а то и свобода. И еще главный конструктор не мог забыть дядины слова, сказанные много позже под коньяк. За твоего отца один поганец-стукач с помощью двух твоих дядей нечаянно угодил под колеса поезда. Все конструкторы ракетно-космической техники были прирожденными лидерами и могли быть только первыми. Это помогло им добиться выдающихся успехов, но между ними возникло острое соперничество, которое переросло в открытую вражду. У Валентины Глушко однажды вырвалось. «Ну что вы все говорите, Королев, Королев, а что такое Королев? Это металлическая труба, а я ставлю внутрь нее двигатели. Пелюгин свои приборы, Бармин строит ей старт, и она летит». Валентина Глушко злила лидерское положение Королева, то, что Сергей Павлович все сам решал с большим начальством. Коллег, в свою очередь, раздражала заносчивость и самоуверенность Глушко. Королев говорил, «Я не в состоянии мириться с его менторским тоном, с его убежденностью, что он-то работает хорошо, а другие постоянно делают ошибки». На что Валентин Петрович холодно отвечал, что ракеты гибнут по вине Королева, а его двигатели работают как часы. Королев и Глушко разошлись из-за спора о топливе. Американцы боевые ракеты запускали на твердом топливе, на порохе. Советские ракеты заправлялись жидким топливом. Жидкое топливо эффективнее, но и опаснее. Перекачка летучих видов топлива может привести к катастрофе. Кроме того, это занимает драгоценное время, а боевая ракета должна быть в любую минуту готова к старту. Поэтому в Соединенных Штатах перешли на твердотопливные смеси. Ракета постоянно заправлена и готова к пуску. Но твердого топлива требуется больше. И это приводит к увеличению веса ракеты. Королев предпочитал двигатели на экологически чистом жидком кислороде. Глушко работать с кислородом не хотел. Его интересовали только двигатели с высококипящим окислителем. Но они были чудовищно ядовиты. Королев говорил, что если такая ракета с полными баками рухнет на землю, на огромной площади не останется ничего живого. Военных это не беспокоило. Заправка кислородом проходила непосредственно перед стартом. Это длительный процесс. А ракеты на высококипящем топливе стояли на боевом дежурстве уже заправленные. Их можно было быстрее отправить в сторону противника. Вот это имело значение. Сергей Павлович Королев задумал гигантскую стометровую трехступенчатую ракету «Наука-1», чтобы доставить на Луну двоих космонавтов. Первая и вторая ступени должны были работать на кислороде и керосине. Третья – на кислороде и жидком водороде. Глушко отказался участвовать в этой работе, и они с Королевым рассорились насмерть. Валентин Петрович стал сотрудничать с другими конструкторами, которые мечтали получать военные заказы. Больше всего от этого выиграл Михаил Кузьмич Янгель, который в Днепропетровске наладил выпуск ракет, составивших конкуренцию Королевске. В отличие от Королева и Глушко, которые с юных лет мечтали о ракетах и космосе и очень рано приобщились к этому увлекательному делу, Михаил Янгель попал в ракетчики случайно. В 1927 году, когда Сергей Королев уже конструировал планеры, Янгель поступил в фабрично-заводское училище при текстильной фабрике в подмосковном Красноармейске. В 1929 году, когда Королев писал диплом у знаменитого авиаконструктора Туполева, Янгеля взяли на ткацкую фабрику помощником мастера. Он снимал угол у местного мельника. Бедствую. Лишь в 1950 году он окончил Академию авиационной промышленности. Судьба лишила Янгеля в юности тех возможностей, которые были у Королева и Глушко. Полноценно учиться, читать книги, находиться в ученой среде. Ему приходилось думать о том, как заработать на хлеб, где найти угол. Зато в советской системе перед крестьянским сыном Янгелем открывались все двери. Всегда и везде он был своим парнем. Королев и Глушко, особенно после того, как они побывали в ГУЛАГе, своими так и не стали. Сразу после войны для разработки ракетной техники в Подлипках создали 88-й научно-исследовательский институт. Сергей Павлович Королев стал начальником одного из отделов. А Янгеля, никогда не занимавшегося ракетами, но надежного сибирского парня, партийного, в мае 52-го сделали директором института, то есть непосредственным начальником Королева. Королев и Янгель, мягко говоря, не сработались. Янгеля раздражало честолюбие и властность Королева. Сергей Павлович считал, что институт обязан работать на него и в принципе был прав. Но Янгель, директор, хотел, чтобы Королев соблюдал субординацию. Я должен сказать, та неприязнь, и рожь, которая у них возникла, скажем так, так сохранилась и до конца. Сергей Павлович был важнее для власти и пожертвовали Янгелем. Его понизили, чтобы он не мог командовать Королеву. Янгель чувствовал себя униженным и ухватился за неожиданную возможность уехать из Москвы. Много лет Михаил Кузьмич жил и работал в Днепропетровске, где находилось его конструкторское бюро и первый в стране серийный завод по производству ракетно-космической техники, Южное машиностроительное предприятие. Задача конструкторов, отправленных в Днепропетровск, состояла в том, чтобы улучшать и дорабатывать королевские ракеты. Но молодым ребятам хотелось показать себя, придумать что-то свое. Они стали разрабатывать собственную ракету. Янгель тем более не собирался заниматься королевскими ракетами и решительно поддержал днепропетровских конструкторов. Хрущев говорил Королеву, если начнется война, противник не оставит времени на подготовку. Нельзя ли так сделать, чтобы ракета заранее находилась в подготовленном состоянии? Королев разводил руками, пока это невозможно. И тут Хрущеву доложили, что Янгель берется сделать ракету, которая будет постоянно стоять на боевом дежурстве. Янгель нашел союзника в лице Глушко, главного конструктора ракетных двигателей. Глушко давно доказывал, что двигатели на высоко кипящих элементах перспективнее. Глушко отказался работать с Королевым, зато охотно делал двигатели для Янгеля. Это еще больше испортило отношения между ракетостроителями. Хрущев приехал к Янгелю в Днепропетровске и увидел серийное производство самого мощного оружия в мире. Сбылась его мечта. Ракеты сходили с конвейера, как сосиски. Р-12 приняли на вооружение в марте 1959 года. Она стала главным оружием созданных в декабре того же года ракетных войск стратегического назначения. Военные хотели иметь ракету, которая могла бы обрушить ядерный заряд на главного врага, на американскую территорию. Янгель взялся за строительство двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты Р-16. Он работал в бешеном темпе, радуя военных. 24 октября 60-го в Казахстане на главном испытательном полигоне, который скоро начнут называть Байконуром, шла подготовка к первому запуску новой ракеты. Янгель и его Днепропетровский коллектив очень торопились. Рядом заканчивал работу над своей новой ракетой Королев. Он был намерен доказать, что его проект лучше. Мнения военных разделились. Так что решалась судьба не только ракеты, но и всего огромного коллектива. Янгель это понимал. Запуск новой ракеты был назначен на 23 октября 1960-го года. Как водится, в последний момент вскрылась масса неполадок. Возникли проблемы с электрической схемой. Их пытались устранить на ходу. Первый заместитель Янгеля Василий Будник предложил слить топливо и спокойно устранить все неприятности. Государственной комиссией руководил командующий ракетными войсками стратегического назначения маршал Митрофан Иванович Неделин. Он хотел во что бы то ни стало запустить новую ракету накануне очередной годовщины Октябрьской революции. Понимал, как важно вовремя доложить в Москву о крупном успехе. Неделин согласился отложить запуск только на один день и распорядился закончить все работы не сливая топлива. Инженеры и ремонтники облепили ракету и каждый занимался своим делом. При этом как-то забылось, что ракета заправлена и готова к пуску. Маршал Неделин сидел на стуле прямо у ракеты и наблюдал за ходом работы. Вокруг него расположилась свита. Хотя это было нарушением, всех следовало убрать с площадки. Испытатели, возившиеся с ракетой, безумно устали. Они сняли защитные блокировки, которые бы не позволили запустить двигатель и забыли об этом. А на пункте управления занимались программным токораспределителем. Это прибор, который при старте подает команды двигателю. Кто-то разрешил вернуть программный токораспределитель в исходное положение, не проверив схему. Разрешено ли это? Возвращаясь в исходное положение, прибор запустил двигатель второй ступени, а блокировки были сняты. Сверху из двигателя второй ступени вниз ударило пламя, которое прожгло бак с окислителем и бак с горючим первой ступени. Вспыхнуло 160 тонн топлива. Все, кто находился на ракете, вокруг ракеты, рядом с ракетой, сгорели заживо. Еще хорошо, что в головной части ракеты не было взрывчатки. Готовился испытательный полет и боеголовку начинили безвредным балластом. Самая страшная смерть выпала тем, кто стоял чуть дальше от ракеты и пытался убежать. Горящее топливо догоняло людей и они вспыхивали как факелы. Погибло 126 человек. От маршала Неделина осталась только золотая звезда героя. Погибли два заместителя Янгеля Лев Абрамович Берлин и Василий Антонович Концевой и еще несколько молодых конструкторов. Самого Янгеля спасло чудо. Они были вместе с Неделиным рядом стояли, а потом Михаил Кузьмич решил отойти покурить. Вот иногда вредная привычка спасла человеку. Это, пожалуй, единственное, что в тот день все-таки не позволялось курить рядом с заправленной ракетой. Курилка находилась в 150 метрах от старта в хорошо защищенном бункере. Вы себе представите пережить такую трагедию, услышать вопрос Хрущева, а ты почему не сгорел? Представляете, такой вопрос был задан. Как это все пережить? Это все на его глазах. И все это он там своими руками пытался еще кого-то спасти, обжег-то в руки. Главное, конечно, шрам на сердце остался у него от этого. О катастрофе молчали. Солдаты и офицеров похоронили в братской могиле. Заместители Янгеля в Днепропетровске. Газеты сообщили только о гибели в авиакатастрофе главкома ракетных войск Митрофана Неделина. Маршал слишком заметная фигура, чтобы исчезнуть бесследно. Урну с его прахом захоронили в Кремлевской стене. Леонид Ильич Брежнев, назначенный руководить комиссией по расследованию, подвел итоги. Правительство решило, что вы уже достаточно сами себя наказали и больше наказывать вас не станет. Похороните своих товарищей и продолжайте работать. Стране нужна ракета. Я, откровенно говоря, боялся, что Янгель чисто психологически, морально, так сказать, не переживет, будет надорван и не сумеет дальше руководить работами такого масштаба, который он на себя взвалил. Ну, действительно, первый месяц, насколько мне известно, он был совершенно неработоспособен, но затем отошел, восстановил себе психические, так сказать, внутренние силы. 2 февраля 61-го к очередному съезду партии изделия Янгеля первую двухступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету Р-16 запустили. Эта ракета долетела бы до территории Соединенных Штатов. Катастрофа на полигоне не изменила отношение к Янгелю, и большое начальство, и военные им очень дорожили. Много раз повторяли ему, что он ни в чем не виноват. Но сам Янгель себе этой истории не простил. Он знал, в чем его вина, выпустил вожжи из рук, расслабился и позволил расслабиться всем на полигоне. Этот груз вины за гибель людей он нес на себе до конца своих дней. Жизнь Янгеля во всех смыслах была непростой. Он-то перебрался в Днепропетровск, а семья предпочитала Москву. 17 лет жили в Розе. Он сильно тосковал без жены Ирины Дмитриевны. Это был очень талантливый человек, но я считаю глубоко несчастный, потому что когда он поехал на Украину в Днепропетровск, он остался один там. Его супруга с ним не поехала, семья у него осталась здесь. Ира была очень энергичной, так сказать, старалась, хотя все-таки она говорила, что я хочу чувствовать пульс жизни, поэтому в Днепропетровск не перееду, а буду в Москве. Конечно, виновата Ирина Викторовна. Она его бросила и занялась наукой. А если бы она жила в Днепропетровске, может, и по сей день жил бы Михаил Кузьмич. А он один с бабушкой, которая готовила ему что-то утром встает, подала ему там поесть, в обед пришел, поел, в утро он пришел, поел и все. Здесь и железный человек заржавеет. Его жена защитила докторскую диссертацию, написала несколько монографий. Она твердо знала, что и как следует делать. Ира всегда говорила, это нужно решать ЦК. Нужно поддерживать отношения с ЦК. эту линию тоже блюла свято. Когда она приехала из Китая, я помню, она устроила дома прием и когда перечисляла гостей, я говорю, что что-то ни одного институтского, никого таких, она говорит, нужно партийную связь. Янгель постоянно мотался в Москву или на полигон. И окружающим было видно, что он очень нуждался в жене, в полноценной семейной жизни. Некоторое время с Михаилом Кузьмичем Янгелем в Днепропетровске жил его сын Александр. Это был очень талантливый парень. Первый КВН, когда проходили, вот это Днепропетровское КВН, она была одной из самых, эта группа одна из самых-самых сильных. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды на пыльных тропинках далеких... Во главе этой группы КВН стоял этот Саша, его сын. Вот. Но Михаил Кузьмич был очень добрый, душевный человек. Поэтому один-то он как-то не мог. Он к себе всегда, у него, около его всегда были друзья. ракету пустят, удачно слетало, значит, надо отметить. Вот. У него все это было полной чашей, хорошая там резиденция. Александр начал баловаться и практически спился. Вот сын-то его. И он умер очень молодым. Это трагедия семьи. Вдохновленный своими успехами, на Большом совещании Янгель сквитался с Королевым за старые обиды. Обвинил Сергея Павловича в неверной технической политике, в том, что он делает ракеты на кислороде и тем самым заводит страну в тупик. Ну, сами понимаете, как Королеву тогда уже крупнейшему авторитету в области не только ракеты, но уже и космической, техники и технологии было воспринимать такие вещи. В реальности Янгельевская ракета Р-16 тоже оказалась не такой уж надежной. Министр обороны маршал Малиновский докладывал Хрущеву о двух главных недостатках. Во-первых, подготовка к запуску все равно занимает четыре дня. А американская твердотопливная ракета Минитмен запускается за несколько минут. Во-вторых, агрессивные компоненты топлива разъедают все – клапаны, прокладки, трубопроводы. Если запуск откладывался, то ракета могла простоять в готовом состоянии всего несколько дней. А дальше приходилось сливать топливо и отправлять ракету на завод для ремонта и восстановления. Янгель и Глушко обошли Королева, но проиграли американцам, которые оснащали свои ракеты двигателями на медленно горящих порохах. Советская химическая промышленность не могла освоить такое топливо. Брежнев, приезжая к ракетчикам, честно в этом признавался. Я говорю, ну что мы вот то не можем делать, материалы нам нужны там и так далее. Он у меня унимает бритву, то есть лезвие, жилет. Мы сейчас, к сожалению, вот эту бритву, жилет этот сделать не можем так, как ее делают шведы. Королевы ценили как завоевателя космоса, который создавал в стране престиж и авторитет. Но Янгель по существу вытеснил Королева из военного ракетостроения. Сергей Павлович в последние годы занимался в основном космическими исследованиями, смирившись с тем, что боевые ракеты делает Янгель. Но тут у Янгеля появился новый конкурент. Владимир Николаевич Челомей, который решил создать ракету, превосходящую Янгелевскую. Теперь Янгель обиделся, что Глушко делает двигатели для его конкурента Челомея. И уже Королев с Янгелем сговаривались, как противостоять новому удачливому сопернику Челомею. Формулу жизни военно-промышленного комплекса заложил Сталин. Он говорил создателям ракетной техники. Вы будете иметь право привлекать к выполнению работ любые организации, любых министерств и ведомств, обеспечивая эти работы материальными фондами и финансированием по мере необходимости без всяких ограничений. Все давали. И домик в лесу, и спецстоловую, и спецбольницу, и автомашины. Нужно отметить приятные события на полигоне. Гоняли самолет в Среднюю Азию за арбузами, дынями и виноградом. И глава партии после удачного пуска разрешал главному конструктору. Посылайте по всем столицам союзных республик за продуктами, вином, водкой, пивом, коньяком, чтобы было все на все вкусы. И закатите от имени правительства такой банкет, какого еще свет не видывал. Один из министров говорил конструкторам, вам все давали, что вы просили. Думаю, что вам отдали бы даже коней из Большого театра, если бы попросили. Теперь вы давайте. Как только разработка приобретала статус особой важности, для нее открывалось ничем не ограниченное финансирование, на которое, как мухи на мед, писал Григорий Кисунько, слетались желающие вкусить казенного пирога. Поэтому ракетная техника получалась буквально золотой, разорительной для страны. Создатели ракетно-ядерного оружия вели борьбу не на жизнь, а насмерть за получение заказов на разработку и производство боевых ракет и космических аппаратов. Соперничество между главными конструкторами ракетной техники старательно разжигали высшие чиновники, которые руководили этой сферой. Малиновский договаривался со Славским о том, что ракеты он поставил обоеголовки, нет, потом дошлет, то я в политбюро немедленно доложил и сказал, что мне Малиновский, вот, и я, слушай, знаешь, дружба, дружба, табачок, брось. Идем на политбюро и объяснимся там. Ты что мне? У меня контрразведка работает, у тебя в армии во всей сидит, и контрразведка мне докладывает, ты что, меня в соучастники хочешь пригласить? Ты хочешь сказать о том, что ты со мной согласовал, что у тебя ракеты без боеголовок стоят? Я говорю, нет, знаешь, ты мне мог сказать, ух ты какой, я говорю, добрый человечешка, я у тебя буду подчищать говно, я говорю, извиняюсь, мусор, понимаете, подметать. это ты знаешь, у тебя достаточно службы людей, которые тебе докладывают, и ты что, не знал? Мне известно, что вы министры между собой договорились, так ты брось. Нравы в среде создателей оружия были жестокие. Кисеньков вспоминает, как его зазвал к себе в машину сам Королев и, опустив стеклянную перегородку, отделявшую пассажирский салон от водителя, зло спросил, до каких пор мы будем терпеть этого бандита? Бандитом был столь же знаменитый конструктор Владимир Николаевич Челомей. Считалось, что ему в тот момент улыбнулась фортуна, поскольку он предусмотрительно взял на работу сына вождя партии. Дети членов Политбюро любили работать в военно-промышленном комплексе. Устинов-младший строил боевые лазеры на гусеничном ходу. Суслов-младший возглавлял закрытый институт радиоэлектронных систем. Одни восхищались Челомеем, другие его ненавидели. Кто-то считал его гениальным ученым, кто-то умелым карьеристом. Но все признавали его неординарной талантой. Поклонники ставят Владимира Николаевича Челомея выше Сергея Павловича Королева. Считая, что Королеву просто повезло, поэтому он и оказался первым в завоевании космоса. Даже работавшие с Челомеем плохо его знали. Он казался высокомерным и самоуверенным баловнем судьбы, озабоченным только своей карьерой. Он же мечтал лишь о воплощении своих идей. Но он жил в эпоху, когда все зависело от высшей власти. Власть к Владимиру Николаевичу очень плохо относилась. Он был человеком неудобным для власти. Он был слишком образованным, интеллигентным, знающим. Его больше всего раздражало то, что он приносил свой проект к тому же Дмитрию Федоровичу Устинову или другим руководителям ведомств. И, как правило, они, в общем-то, не имея образования, они говорили ему так, что вот, ну, что-то тут не то, надо сделать вот так, это надо поправить так, значит, этот механизм значит, вот сюда поместить, это туда. Он говорит, господи, ну, они откуда они знают, как это надо делать? Я знаю, как надо делать. В июне 1944 года Германия пустила в ход секретное оружие. На Лондон обрушились Фау-1. Это были беспилотные самолеты-снаряды, напоминающие торпеду с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. По нынешней терминологии крылатые ракеты. Фау-1 разрушили в Лондоне 25 тысяч домов и убили больше 6 тысяч человек. Опасались, что с территории Прибалтики или Финляндии немцы начнут обстреливать и советские города. Силы противовоздушной обороны сосредоточили на ленинградском направлении, чтобы перехватывать немецкие ракеты. Одновременно Сталин приказал создать такое же оружие. Ответственным назначили Георгия Максимилиановича Маленкова, секретаря ЦК и члена Государственного комитета обороны. Маленков поинтересовался, а кто у нас занимается этой тематикой? Нарком авиационной промышленности Шахурин и командующий военно-воздушными силами Красной армии маршал Новиков привезли в ЦК молодого ученого Владимира Челомей. Он просто очаровал Маленкова. Челомей давно предлагал идеи беспилотных самолетов-снарядов, которые подвешивались бы на тяжелые бомбардировщики и сбрасывались вне зоны вражеских средств ПВО. Дальше включается собственный реактивный двигатель, который направляет самолет-снаряд точно в цель. Но пока не появилась ФАУ-1, мало кто верил в осуществимость Челомеевских проектов. Когда увидели, что немецкое изобретение летает, отношение к Челомею изменилось. Личный опыт показал Челомеев, как важна поддержка сильных мира сего. И он неустанно завоевывал себе друзей наверху. Это многим не нравилось. Челомея ценили, уважали, но любили, похоже, немногие. Раздражало умение устраивать свои дела и ловкость в общении с начальством. Успехи Челомея многие связывали с тем, что у него работал сын Хрущева Сергей Никитич. Хрущев младший в 1958 году окончил Московский энергетический институт. Он интересовался автоматикой и хотел работать в конструкторском бюро Николая Алексеевича Пилюгина. Но Челомей переманил Сергея Хрущева к себе. Челомей первое, что сделал, он сразу взял сына Хрущева к себе в КБ и сделал его одним из своих замов. И очень скоро внес предложение присвоить ему звание Героя соцтруда. Мы были с Хрущевым в Югославии, пошли на обед к ТИТа, значит, одевает Хрущев пиджак черный, я смотрю, у него звезда Героя соцтруда. Я говорю, слушай, Алексей, ты, наверное, отцовский пиджак одел. А что? Я говорю, звезда Героя, знаете, как всегда это. Это моя, я говорю, откуда же, когда же ты заработала? Ты шесть лет тому назад только институт закончил. Ну вот, заработал. Наверное, обаятельный обходительный Челомей не упускал случая сказать Никите Сергеевичу, какой у него замечательный и одаренный сын. И сердце Хрущева таяло, ему было приятно, но главное состояло в том, что в определенном смысле они были родственные души. Никита Сергеевич буквально бредил ракетами. Челомей всегда отличала необычность решений. В 1955 году Челомей предложил запускать ракеты с качающегося основания, с палубы корабля и подводной лодки. Коллеги не верили, что это возможно, потому что ракета выбрасывалась из пусковой установки со сложенным крылом, которое раскрывалось в полете. А ведь еще не было ни электронно-вычислительных машин, ни поворотных сопел в двигателях. Идея крылатых ракет поразила воображение Хрущева. Командующий флотом адмирал Горшков понял, что подводные лодки с крылатыми ракетами могут стать главным оружием в борьбе против более мощных американских военно-морских сил. Конструкторское бюро Челомея разработало комплекс крылатых ракет для стрельбы с подлодки по берегу и по кораблям противника. Научились стрелять из-под воды. В 1968 году советский флот получил первую в мире крылатую противокорабельную ракету «Аметист» с подводным стартом. от успеха ракетного проекта зависела судьба огромных коллективов конструкторских бюро, заводов, смежных предприятий, строителей. Весь ракетный научный и военный даже мир разделился на два лагеря. «Вагер-Челомея» и «Вагер-Янгеля». Фаворитом считался Михаил Кузьмич Янгель. Его ценили в войсках. Он понимал, что управление ракетой должно быть простым и понятным. Ведь запускать ее будет не ученый, а обычный офицер. Его конструкторское бюро было одним из самых таких сильных. Была такая присказка «Королев» работает на ТАСС, Челомей на унитаз, а Янгель на нас. Это грубо немножечко, но вот так вот. Его ракетами практически вся армия была оснащена. И военно-морской флот, и все. А что касается Челомея, то он нажил себе много врагов. После отставки Хрущева его готовы были уничтожить, то есть закрыть Челомеевские работы, хотя в реальности его разработки были очень перспективны. Челомея не жаловал секретарь ЦК по военно-промышленному комплексу Дмитрий Федорович Устинов. Зато Владимира Николаевича поддерживали военные, в первую очередь маршал Гречко, который после смерти Малиновского стал министром обороны. Нужно было ставить на боевое дежурство ракетные комплексы Сотка-Н или МР. И Андрей Антонович говорит, Виктор, ты сейчас под Горном поезжай, поезжай к Осыгину, выскажи мнение наше, что мы все же стоим на позициях лучших характеристик Сотки-Н, Челомейской ракеты, не отвергая и другую ракету, на конкурсной основе они в принципе одинаковые. Но Сотка-Н Челомейская имела большую защиту. Брежнев не знал, кому отдать предпочтение. Он симпатизировал Янгелю как Днепропетровцу, но с военными Леонид Ильич предпочитал не спорить. И он решил принять на вооружение обе ракеты. Это было разорительно для экономики, но избавило от неприятной необходимости с кем-то спорить и ссориться. Челомей был наделен дерзким умом, предлагал решения, которые казались авантюрными и технически необоснованными. Его неординарная натура не желала существовать по правилам, написанным другими. Он не хотел ходить с троем. Он хотел одеваться по-другому. Он хотел, чтобы у него дом был совершенно другой. Он терпеть не мог вот, как вам сказать, вот быть похожим на других. Видимо, и этим в том числе он был неудобен этой власти. Был интересный случай, когда было общее собрание, он рассказывал, когда Сахарова, по-моему, выводили из академиков. Он рассказывал, что я, когда пришел на общее собрание, во-первых, он не стал подписывать это письмо. Там же было письмо большое. Он сказал, что нет. А потом он рассказывал, как он говорит, все-таки говорит, вот он выдающийся человек. Ты знаешь, где он сидел? Он сидел на подоконнике. Он даже не посчитал нужным сесть, говорит, в президиуме, потому что он показал свое негативное отношение к той публике, которая находилась в зале Академии наук. Он с большим уважением отзывался. О нем нравилось, что он может себе позволить так вести. Фантастические идеи Челомея часто оказывались самыми практичными. В 1966 году на вооружение приняли его тяжелую баллистическую ракету УР-100 «Сотку». Ее модификации, в том числе с разделяющимися головными частями, составили главную ударную силу ракетных войск стратегического назначения. Он разрабатывал двухступенчатую ракету-носитель УР-500, затем УР-700 «Семисотку». Она должна была лететь на Луну. Хрущев в 1964 году распорядился Луну американцам не отдавать. После того, как сняли Хрущева, зарубили «Семисотку», если бы Хрущева не сняли, мы, конечно, были бы первыми на Луне. Сергей Павлович Королев тоже хотел первым отправить человека на Луну. Но его гигантская ракета «Н-1» была задумана неудачной. Интуиция подвела Королева. Ракета так и не полетела. Но Сергей Павлович не узнал об этом. Он умер в январе 1966-го прямо на операционном столе. Врачи считали, что предстоит несложная операция, но столкнулись с неожиданными трудностями. Оперировал сам министр здравоохранения Борис Васильевич Петровский. Похоже, бригада неважно подготовилась. Во время операции, после которой Королев умер, выяснилось, что у него была сломана челюсть. Ее сломали во время допросов в НКВД в 1938 году. Тюрьма, пишет его биограф, воспитала в нем убеждение в относительной ценности денег, вещей, одежды, удобств. Он ничего не коллекционировал, вещей, которыми бы он дорожил, было мало. С Колымелом привез алюминиевую кружку и сохранил ее до конца жизни. После смерти Королева на сберегательной книжке лежало 16 рублей 24 копейки. Академик Михаил Кузьмич Янгель стал дважды героем социалистического труда, депутатом Верховного Совета, кандидатом в члены ЦК. Все считали его везунчиком, процветающим человеком, которому судьба невероятно щедра. А у него все сердце было в шрамах. Высокий, крепкий сибиряк, спортсмен. Он должен был прожить долгую жизнь, а ушел в 60 лет после пяти инфарктов. Отмечать юбилей Михаил Кузьмич прилетел в Москву. Чувствовал себя неважно, только выкарабкался после очередного инфаркта. Врачи предостерегали его от волнений, но не хотелось отказываться от такого приятного события. 25 октября 71 года желающие его поздравить съезжались в Министерство общего машиностроения, которое ведало всем ракетным хозяйством. Министр уступил Янгелю свой кабинет. Мы утром вместе с ним приехали в Министерство, все шло нормально, в том числе поздравили мы его от нашей области, передали ему сувенир, поздравления. Ну и поздравляющих было, конечно, очень много. Я стоял рядом с ним за столом, принимал подарки, его поздравляли, принимал подарки, он передавал мне, и он встал туда, куда положено. И вот Соловьев Всеволод Николаевич ему подарил большой рог изобильный, хрустальный. И говорит, Михаил Кузьмич, чтобы этого рога хватило вам до ста лет. Он взял и сразу чувствовал, что он просто обмяк. Ну, как резиновый был, просто, так сказать, я подхватил в кресло врача, врача пока нет, пока за врачом бегали. Он пришел, так сказать, я расстегнул ему рубашку, так сказать, сделали ему грудной укол. Сейчас мы там уехали, на некий короткий промежуток времени уехали в ЦК, там поехали, а потом только туда приехали и перекусили. Говорят, что с Михаилом Кузьмичем плохо. Ну, сразу в машину приехали, это было уже около двух часов, по-моему, так. Уже Михаил Кузьмич лежал, и ему пытались все время сделать искусственное сердце, значит, массировали сердце. Когда мы втроем подъехали к зданию министерства на Меусской площади, вдруг обнаруживаем, что перед зданием стоит несколько машин скорой помощи, реанимации, и иногда мы вышли и пытались с цветами, адресами, подарками пройти поздравить Михаила Кузьмича Янгеля, нас предупреждают, что нет, вас не пустят, сейчас у него только врачи. Последний инфаркт, прямой укол в сердце, врач там рядом уже ничего не помогло. И мы ехали туда на юбилей, а приехали, к сожалению, на похорон. Владимир Николаевич Челомей ушел из жизни как-то странно и словно случайно. В один из декабрьских дней 84-го он, как обычно, завел автомобиль, пошел открывать ворота, но, видимо, не сработал ручной тормоз, и машина покатилась прямо на него. У него было два варианта. Он мог отойти, и тогда бы она разбилась, выехала бы через ворота на проезжую часть, и тогда он бы не пострадал. А второй вариант, тот, который он выбрал, он просто ее задержал. Он встал и вот руками задержал машину. Машина его зажала, собственно говоря, он был зажат между машиной и воротами. Сколько он там находился, никто не знает, потому что меня в то время не было на даче, мама только была. Она говорит, что он сам дошел до дома, он сказал, что я сломал себе ногу, он точно указал, где у него был перелом. Но он сказал, что машина абсолютно не пострадала. Машина абсолютно не пострадала. Его увезли в больницу, приехали врачи, наложили гипс, он через день уже поехал в больницу. Вот я тогда пришла домой, он собирал книги, он собирался работать, но он мне сказал, ты знаешь, Женька, я, наверное, не вернусь уже. Я говорю, пап, ну почему? Он говорит, ну так мне кажется. Челомея срочно госпитализировали, но ничто не предвещало трагического исхода. Ему разрешили вставать и обещали скоро отпустить. Но прямо во время разговора с женой у него остановилось сердце. По странному стечению обстоятельств, через несколько дней в той же центральной клинической больнице скончался министр обороны маршал Дмитрий Федорович Устинов, который так сильно не любил Владимира Николаевича Челомея. Когда работу над лунной ракетой закрыли, в мае 74-го Валентину Петровичу Глушко поручили возглавить королевскую фирму. Зачем он занял место Королева? Наверное, хотел показать, что способен сделать все, что делал Королев, а может быть, нечто большее. Он был невероятно амбициозным человеком, как они все. Глушко возглавил королевскую фирму, когда гонка вооружений перешла в космос. В Москве с тревогой наблюдали за тем, как американцы создают космический корабль многоразового пользования, способный выводить на орбиту свои спутники и уничтожать чужие. Под руководством президента Академии наук Мстислава Всеволодовича Келдыша математики подсчитали возможности американского космического челнока. Выходило, что он способен стремительно снизиться над Москвой, нанести прицельный ядерный удар по столице и вернуться на орбиту. Брежнев распорядился сделать нечто подобное. Работу поручили Глушко. Валентин Петрович прожил на 23 года дольше Королева. Эти годы ушли на создание многоразовой космической системы, состоявшей из сверхмощной ракеты «Энергия» и космического самолета «Буран». Причем для своей ракеты Глушко сделал двигатели на жидком кислороде и керосине, о чем когда-то его безуспешно просил Сергей Павлович Королев. 15 ноября 88-го космический челнок Глушко стартовал с Байконуры. Дважды обогнув землю, крылатый космический самолет «Буран» в автоматическом режиме приземлился на посадочной полосе. Но Глушко не смог насладиться триумфом. Он тяжело болел, лежал в больнице. Через два месяца, 10 января 89-го, он скончался. Он завещал разделить свой прах, часть отправить на Луну, остальное замуровать в Кремлевской стене. Похоронили его на Новодевичьем кладбище. Последний из когорты великих покинул Семир. Я верю, друзья, караваны, ракет Помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропиках далеких планет Останутся наши следы. На пыльных тропиках далеких планет